В процессе выполнения заданий учебного курса мы настоятельно рекомендуем вам настраивать параметры всех инструментов вручную. Но если вы уверены, что достаточно хорошо знакомы с настройками инструментов ARCHICAD, то для повышения скорости прохождения курса можно применить преднастроенные избранные параметры. Чтобы импортировать эти параметры, активируйте команду меню «Окно», «Панели», «Избранное». В открывшейся панели «Избранного» нажмите правую верхнюю кнопку и выберите команду «Импорт-экспорт». Установите переключатель в положение «Импортировать из папки» и нажмите кнопку «Импортировать». Укажите пусть к папке избранных файлов, находящиеся в папке учебного пособия. В диалоге «Импорт избранных параметров» нажмите на стрелку рядом с кнопкой «Импортировать» и выберите команду «Удалить все перед импортом». Таким образом все существующие в проекте избранные параметры будут удалены и заменены новыми. Для подтверждения удаления нажмите кнопку «Удалить». В панели «Избранного» снова нажмите кнопку «Дополнительных параметров» и активируйте команду «Передача параметров элементов». В диалоге «Передача параметров элементов» выберите в левой панели «Набор передачи всех параметров» и убедитесь, что в правой панели все маркеры активированы. В результате будет происходить изменение всех настроек инструментов в процессе применения избранных параметров. Убедитесь, что набор передачи всех параметров используется по умолчанию. Рядом с ним должен отображаться символ звезды. Если это не так, то сделайте на нем двойной щелчок мышью. Обратите внимание, что избранные параметры могут содержать не только настройки геометрии, такие как значение толщины или высоты, но и некоторые реквизиты, идентифицируемые по названиям. Поэтому вам надо будет уделять особое внимание правильности ввода наименований новых реквизитов, которые мы будем создавать в процессе обучения. Если наименования этих реквизитов не будут совпадать с сохраненными настройками избранного, то ошибочно названные реквизиты не будут использоваться при применении избранных параметров. Нажмите кнопку «Ок», чтобы применить изменения, а затем закройте панель избранного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова